Денис Дворяшин Центр дополнительного образования ждет ребят в юнармию. Сегодня в городской администрации состоялась видеоконференция о деятельности с Новым годом регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов. Представитель областного правительства и компания «Экоцентр» вместе с главой города Андреем Бральниным в очередной раз обсудили тонкости работы этого регионального оператора. С 2019 года все регионы перейдут на новую схему обращения с отходами и мусорная реформа – неприхоть городской власти. Такие цели и задачи ставятся высшим руководством государства. Так что во всех субъектах страны разработаны территориальные схемы обращения с отходами. В них прописано, как будет организован сбор, транспортировка, обработка и утилизация отходов. В каждом регионе России выбран единый оператор по обращению с отходами. В Архангельской области им стала компания «Экоцентр». И как она будет действовать на нашей территории, об этом сегодня еще раз проговорили на видеоконференции. Один из обсуждаемых вопросов – как изменится оплата за вывоз мусора для жителей. Вот что пояснил на ВКС заместитель председателя областного правительства Евгений Фоменко. Оплата граждан будет формироваться по формуле «Единый тариф, умноженный на нормативы накопления». Есть четкая методика формирования единого тарифа. Что касается платы граждан, мы планируем, что она будет на уровне по северо-западному федеральному округу с небольшими отклонениями. Поскольку региональный оператор будет функционировать за счет тарифа, который пока еще не утвержден, можно ожидать, что тариф изменится. Окончательная цифра станет известна с момента начала работы регионального оператора, который должен приступить к ней с 1 января будущего года. Хотя в силу ряда причин может и немного позже. Но что точно известно, платить за вывоз мусора будут все. Не только жители многоквартирных домов, но и весь частный сектор. Следующее совещание по деятельности экоцентра состоится в последнюю декаду – ноября. Горбатый мост могут закрыть для движения пешеходов. Судьбу путепровода обсудили накануне в администрации Котласа. На совещании присутствовали городские чиновники, депутаты, эксперты, выполнившие обследование моста и неравнодушные жители города. Судьба Горбатого моста, закрытого еще в 2016 году, по-прежнему остается одной из самых актуальных тем города. Ограничение автомобильного движения вызвало недовольство многих Котлашан, несмотря на то, что причины, казалось бы, очевидные. Ездить по мосту опасно. Об этом красноречиво говорят даже не заключения экспертов, а обваливающиеся опоры и раскрошившиеся балки. По результатам технического обследования выявлены следующие дефекты. Это размораживание бетонов, ригелей, стоек, ростверка, разрушение защитного слоя бетона, опор. Алексей Назинцев – эксперт воронежской компании-подрядчика, выполнивший обследование моста. После экспертизы организация разработала дальнейшие проекты реконструкции или строительства нового путепровода. На прошедшем совещании были представлены четыре возможных варианта. Три варианта рассмотренной конструкции. Это вариант с сохранением существующего направления, с закрытием улиц Кирова и Ленина, как сквозного проезда. Стоимость ориентировочного – 450 миллионов рублей. Остальные проекты восстановления Горбатого моста различаются в основном дорожными развязками и новыми проездами. Стоимость каждой из таких реконструкций в среднем от 500 до 600 миллионов рублей. Ну и вариант нового строительства – это устройство в створе улицы Невского нового путепровода – 1 миллиард 350 миллионов. Предполагаемый срок эксплуатации нового путепровода – до 70 лет. На строительство вместе с разработкой всех необходимых документов может уйти больше 40 месяцев. Что касается варианта капитального ремонта Горбатого моста, с учетом нормативных требований, выполнить его не предоставляется возможным. Разумеется, все вышеперечисленные версии пока только в планах. Однако в конце своей презентации Алексей Назинцев отметил – полностью закрыть мост, в том числе и от пешеходов, необходимо уже сейчас. Мы провели техническое обследование, у нас есть отчет по этому техническому обследованию. И на основании, а также визуальной оценки, вы как местные жители все это прекрасно видите, сами процесс разрушения. Поэтому решение для исключения жертв именно принято вот такое. Словом, даже ходить пешком по Горбатому мосту может быть опасно. Такое заключение вызвало целый ряд вопросов у присутствующих жителей Преречного микрорайона. Через закрытый путепровод ежедневно добираются до работы и дома сотни человек, не говоря уже о прихожанах церкви и учащихся в лицее номер 3. Там целый третий лицей у нас. Школьников полно. Вот утром идет просто сплошная демонстрация. Масса народа идет. Поэтому мосток. Однако ситуация с мостом не терпит отлагательств. По словам начальника управления городского хозяйства Алексея Нарицына, к городским властям уже обращались представители РЖД, которые лично наблюдают, как мост разваливается на глазах. Неделю-две назад поступило письмо от железной дороги, где они, с прикладыванием фотоматериалов, где они указали нам, что действительно происходит достаточно серьезное обрушение. На самом полотне, на железнодорожном, уже лежат куски бетона, лежит крошка, уже где-то часть ослывшейся арматуры. В ближайшее время городская администрация примет окончательное решение по поводу закрытия моста. Также котловские власти обсуждают с представителями железной дороги возможность постоянного мониторинга путепровода. Параллельно с этим начнется работа по вопросу демонтажа всей конструкции. Что касается тех, кто привык добираться через Горбатый мост пешком, для них на случай закрытия предусмотрены сразу три варианта. Первый пешеходно-наземный переход – это в районе улицы Фрунзе. И второй – это на пешеходный мост, на железной дороге, в районе рынка. Третий вариант – в планах строительство нового пешеходного моста в рамках реконструкции Горбатого. Любопытные цифры статистики работы МКОТОСКОГО центра занятость привела его руководитель. В центре занятости города на учете состоят порядка 400 котлашан. На сегодняшний день там предлагают 492 вакансии. В основном это, конечно, рабочие специальности. В разные организации требуются слесарей различных направлений, продавцы, пекари, повара, водители, медицинские работники. Кроме того, мы обучаем. На сегодняшний день у нас еще продолжают учиться группы. Всего обучили за этот год 122 жители города Котласа. Пять мамочек обучили и шесть пенсионеров. С 2019 года центр занятости также будет работать еще по одной новой программе – обучение граждан предпенсионного возраста. Это связано с пенсионной реформой. Центр дополнительного образования приглашает ребят в возрасте от 8 до 17 лет вступить в движение Юнармия. Юнармия – всероссийское военно-патриотическое движение. Его основные направления деятельности – физическая, строевая и огневая подготовка. Волонтерская деятельность и участие в мероприятиях патриотической направленности. Так что это движение будет интересно всем, а особенно тем ребятам, которые планируют поступать в профильные вузы и СУЗы. Занятия в Юнармии бесплатные. Организационное собрание пройдет в пятницу 9 ноября в 18.30 в актовом зале ЦДО «Маяковского-30». Всю интересующую информацию можно узнать также по телефону, номер которого сейчас на экране. К другим темам. Сегодня Международный день КВН. Неофициальный праздник для тех, кто так или иначе причастен к клубу веселых и находчивых, или кто просто любит смотреть КВН. Эта игра быстро обрела популярность, сохраняя даже в то время, когда передача исчезла с экрана в период с 1972 по 1986 годы. КВН вновь стал телевизионным в годы перестройки, а после распада СССР превратился из всесоюзного клуба в международный. А любит ли КВН Котлашане наш блицопрос. Давно смотрела, да, КВН. Мне нравилось видеть. Нравится с одной стороны. Комедикал клуб смотрю, КВН нет. Ну я смотрю, знаете, старые выпуски. Почему? Ну они веселее, смешнее. Редко очень. А почему? Некогда. Нравится КВН, смотрим. Смотрю КВН по Первому каналу. Раньше в студенческие годы участвовала, но сейчас нет. Уральские пельмени нам нравятся. Больше, конечно, нравится Краснодара или Сочи. Уральские пельмени. Главный помощник всех нуждающихся Красный Крест сегодня сам просит о помощи. Здесь разыскивают людей, которые могли бы поделиться информацией о деятельности организации в разные годы. Эти сведения войдут в книгу. Ее он планирует издать к столетию Котловского отделения Красного Креста. Котловский Красный Крест всего на год моложе города. В конце ноября ему исполнится 100 лет. Котловщин, которые когда-либо были связаны с организацией, просят отозваться и поделиться информацией о работе в ней. Эти данные войдут в книгу, которую планируют издать к юбилею. Я очень просила бы тех, кто когда-то был связан с Красным Крестом, любым образом, или это были дружинники, и у них есть фотографии того времени, или это были доноры, у которых тоже есть фотографии тех лет, когда они тоже занимались или благотворительной помощью, или образовательной работой, или вот именно просветительской какой-то деятельностью, или были когда-то сестрами милосердия, или занимались тем, что в больницах помогали. Моя-то сейчас задача, чтобы действительно люди, которые были у истоков, которые были в дружинах и так далее, помогли нам создать хорошую красивую книгу о Красном Кресте города Котласа. Номер телефона, по которому можно поделиться информацией для книги о Красном Кресте на ваших экранах. Адрес местного отделения Котлас, улица Ленина, 12, вход с торца. Московский театр «Мюзик Холл» открывает новый гастрольный тур, и в этом сезоне в числе первых городов посетит Котлас 20 ноября. Наши зрители увидят искрометную комедию «Мужчина с доставкой на дом». В ролях сплошь звезды российского театра и кино. Как я по тебе скучала! В основу спектакля легла пьеса «Спасибо Марго» Валерия Мухарьямова. Много лет она с успехом идет в различных театрах мира, в том числе в Канаде и США. А теперь начинает завоевывать российскую сцену. Я влюбилась в эту пьесу с первого слова. Столько комедийных ситуаций в одном произведении, на одной сцене. Мне кажется, это такая концентрация юмора. Любовный не треугольник, а, наверное, квадрат. Неожиданные сюжетные повороты, прекрасные декорации, яркие костюмы, замечательные вокальные партии, музыкальные номера. В общем, это просто фейерверк юмора. Приходите, не пожалеете. Елена Воробей играет главную героиню, взбалмошную и непредсказуемую Марго. Она когда-то увела мужа у своей подруги Лизы. И теперь не только вновь оказывается в ее доме, но и превращает его в настоящий сумасшедший балаган. Герои комедии, желая обрести простое человеческое счастье, попадают в немыслимый круговорот нелепых комических ситуаций и забавных недоразумений. Отласского зрителя ждет встреча с целой плеядой звезд российского шоу-бизнеса. В спектакле заняты Елена Воробей, Дмитрий Орлов, Ирина Климова, Джимал Тетруашвили, Оскар Кучера. Спектакль веселый, хороший, с настоящими декорациями, а не со стулом посередине. Как любят у нас, к сожалению, периодически возить антрепризы. Поэтому приходите, я уверен, что вы получите удовольствие. Ну а мы получим удовольствие от встречи с вами. Спектакль «Мужчина с доставкой на дом» – одна из новинок театра «Мьюзик Холл». Котласские зрители увидят постановку именно в том виде, в каком она идет в Москве. В тех же декорациях и с тем же реквизитом. Зал в Котласском театре очень небольшой. 200, где-то 60-280 посадочных мест. Поэтому поспешите, у вас еще есть возможность приобрести билеты. Спектакль «Мужчина с доставкой на дом» на Котласской сцене состоится 20 ноября, начало в 18.30. Билеты можно приобрести в кассе Котласского драмтеатра. Справки по телефонам, которые сейчас на экранах. В Котласе продолжается первенство города по баскетболу среди школьных команд. Сегодня в спортивном поединке сошлись сборные юношей и девушек 75-й в Ичигодской и 82-й школы. Первыми игру открыли сборные девушек. Напряженная борьба в двух таймах закончилась разгромным счетом. 39-8 в пользу команды в Ичигодской 75-й школы. Не менее эмоциональной стала игра юношеских команд. Счет шел буквально на каждый мяч. Однако в финал лишь на несколько очков, обогнав соперника, вышла сборная 75-й школы. Со счетом 36-30. В Котласе на базе детско-юношеской спортивной школы номер один прошло первенство города по самбо. В соревнованиях приняли участие 132 спортсмена из Архангельской и Вологодской областей. Уже опытные и не только начинающие спортсмены встретились на одном ковре. Для одних эти соревнования стали хорошей тренировкой, для других – возможностью попробовать себя в схватке с ровесниками-чемпионами. И вдобавок попасть на областное первенство. Так что бои были захватывающими и напряженными. Все ребятам показали себя с лучшей стороны. Межрайонная ФНС России номер один по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводит дни открытых дверей для налогоплательщиков, физических лиц по информированию о порядке исполнения налоговых уведомлений. По имущественным налогам, земельному, транспортному налогу на имущество и налогу на доходы физических лиц. В день открытых дверей все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России, личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц. Получить консультацию о сроках и порядке уплаты имущественных налогов, ставках и льготах и другим вопросам. День открытых дверей в налоговой инспекции пройдет в пятницу 9 ноября с 9 до 18 часов. В субботу 10 ноября с 10 до 15 часов. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. На этом все. Далее вас ждут небольшой блок полезной потребительской информации и прогноз погоды с Анной Филимоновой. Затем афиши мероприятий. Смотрите наши новости на телеканале Котлас ТВ в прямой трансляции на YouTube и группе Котлас ТВ ВКонтакте. Отличного настроения. Увидимся. Какой должна быть обувь? По словам специалистов, современные технологии позволяют изготавливать обувь, которая подстраивается под анатомию стопы. Подойдет такая обувь не только тем, у кого проблемы с ногами, но и тем, кто таких проблем хочет избежать. Вся обувь выполнена исключительно с учетом анатомии стопы. В каждой модели присутствует индивидуально расширенная колодка. На каждую пару обуви отливается индивидуальная подошва с функцией поддержки продольного свода. Помимо анатомической обуви здесь можно найти ортопедические стельки, фиксаторы для большого пальца и другие полезные для ступни приспособления. Экспозиция «Здоровые ноги» пройдет только 11 ноября в ДК города Котласа с 10 до 18 часов. Готовьтесь к зиме вместе с магазинами «Зимний стиль». Более 50 моделей, пальто из кожи и баллонии, дубленок с отделкой из натурального меха. Более 100 моделей обуви из натуральной кожи и меховых головных уборов кировских производителей. Котлас, торговый центр «Адмирал», второй этаж. Коряжма, торговый центр «Виконда», второй этаж. «Зимний стиль». Качество по доступной цене. Приятно выбирать, выгодно покупать продукты и товары в супермаркете «Адмирал». На этой неделе хорошая цена на следующие позиции. Форель и семга от компании «Нордфиорд» по 207,80 за кусок. Колбаса салями министерская дешевле почти на 60 рублей, русская почти на 40 рублей за кило. А колбаса заказная почти на 20 за батон 500 грамм. Фарш рыбный по 113,90, крыло бройлера по 120,90 за килограмм. При покупке набора конфет «Твикс» экономите 30 рублей. Большой ассортимент конфет в новогодней упаковке. В отделе товара для дома большой выбор красивых скатертей. Украсят интерьеры оригинальные вазы и кувшины. Супермаркет «Адмирал». Всегда выгодные покупки. Космодром ДНС сообщает. Встречайте кипермаркет ДНС в ТРЦ «Столица» на нулевом этаже. Акция. При покупке шубы норковая шапка в подарок. Успей купить со скидкой до 50%. 9 и 10 ноября. ТЦ «Радуга». Город Котлас. Две двери покупаешь, третью в подарок получаешь. Шикарные двери на Фрунзе 11, Ленина 18, ТЦ «Рубин» и Маяковского 44, ТЦ «Южный». Это важно, это нужно. В магазине автообувь на Ленина 61 большое поступление зимних шин. Надежных и производительных. Литые штампованные диски, шиномонтаж здесь также быстро и бесплатно. Будь готов к зимнему сезону вместе с магазином «Автообувь». Приходите в детский центр «Рублеон» за лучшим отдыхом. Для детей – самый большой лабиринт в городе. Для всей семьи – день рождения в «Рублеоне». А игровые аппараты увлекут как самых маленьких, так и родителей. Играя у нас, получайте тикеты и обменивайте их на отличные призы. Развлекательный центр «Рублеон». ТРЦ «Столица», третий этаж. Здравствуйте, с вами я, Анна Филимонова, и расскажу о погоде на пятницу 9 ноября. В сети магазинов «Континент» вас ждут небывалые скидки на продукцию российских производителей. Самые вкусные цены сегодня на калининградскую говядину тушеную высшего сорта. Всего 93 рубля за банку 338 граммов. Сосиски Николаевские – 161 рубль за кило. Голень куриная – 149 рублей. А дальневосточная навага – 93 рубля за килограмм. Приятные цены и на свежемороженую камбалу – 191 рубль за кило. А филе сельди «Санта-Бремар» – всего 96 рублей за 400-граммовую упаковку. Магазин «Континент» – только качественная продукция. В пятницу 9 ноября в Котласе будет довольно облачно. Температура воздуха днем до 3 градусов мороза. Атмосферное давление выше нормы. Ветер южный – 2 метра в секунду. А у меня на этом все. Отличного вам настроения. Увидимся на телеканале Котлас ТВ. 17 ноября в 15.00 котлашан и гостей города Котласский дворец культуры приглашает на юбилейный концерт образцового коллектива индийского танца «Сарасвати», которому в этом году исполняется 25 лет. Билеты уже в продаже. Телефоны для справок 52515 и 25446. 10 ноября в 17.00 в Котласском дворце культуры состоится самое доброе и душевное мероприятие этой осени – городской конкурс «Мама года-2018». Мамочек ждет настоящий марафон красоты и талантов, и лучшая из них получит главный титул. Кроме того, во время конкурса по итогам голосования зрителей будет определена победительница в номинации «Приз зрительских симпатий». Приходите и голосуйте за понравившуюся конкурсантку. Может быть, именно ваш голос станет решающим.